здравствуйте друзья вам хочется песен их есть у меня значит у вас есть вопросы вам хочется ответов у нас со светой есть ответы а света как я закрутил знаешь как у нас есть как бы подходы здравствуйте меня зовут саша я из украины мне 32 года и я хотел в сша с тех пор как себя помню даже моя мама шутя говорила мне что я не тут должен был родиться не имея богатых родителей 19 лет я сделал сеть строительных мини-маркетов а в 20 лет еще и открыл сеть фитнес-клубов на доход я не жалуюсь и он в отличие от многих людей которые вам пишут не главный моем случае просто мне не нравятся люди и общество в моей стране и я понимаю что уже ничего не исправится хоть я и оптимист я давно уже сделал шаг к миграции но постоянно моей личной жизни происходят печальные происшествия так у меня трое детей от трех браков если это называть печальным происшествием то это очень неправильно печальность состоит в том что мне тоже ведь троих детей в одном у него трое в рамках такой вопрос немножко читай дальше исходя из вашего большого жизненного опыта что вы посоветуете в моей ситуации оставаться с детьми осуществить свою мечту уехать сша или предложите свой вариант буду благодарен за ваш комментарий к моему случаю то есть фактически вопрос вопрос сводится вот к чему находиться там где дети чтобы дать им больше то есть он хочет им дать больше понимаешь он хочет просто или быть рядом или или все-таки ехать в сша и вот вот как быть на самом деле вопрос что он сможет дать детям находясь в сша тоже остается до открытым по сравнению с тем как он физическое присутствие свое обменивает на ней миграцию поэтому вот что ты скажешь ага светом яга давай ты давай ягу ладно значит давайте скажем так не вдаваясь ситуацию на самом деле тоже важно не вдаваясь ситуацию почему так у него получается что вот у него трое детей в трех разных браках и насколько это может проявиться вот скажем причина которая привела его к этой ситуации которая его как бы напрягает насколько вот эта причина устранена или не устранена и как она еще дальше скажется может быть он приедет в америку не будет еще пять детей в пяти разных браках мы не знаем я просто к чему говорю что вот мы от этого сейчас абстрагируемся а говорим о том что у него есть дети он к ним хорошо относится он их любит он хочет дать им что-то по жизни и вот как правильно быть дать физическим присутствием или еще чем-то это конечно зависит от возраста детей тоже но поскольку ему 32 года да то есть понятно что дети у него там не тинейджер и наверное не учится еще в институте и так далее они уже как бы без папы знаете то есть ребенок у которого есть мама и папа это не это не то же самое что ребенок у которого есть мама и папа у которого еще две семьи или там где-то они как другие дети то есть он он уже на самом деле чего-то у них такое подобрал но я считаю что если он будет такой же успешный в соединенных штатов как он успешный в украине то есть вот инициативный у него тут бизнес там бизнес здесь что-то такое то есть он такой несущиеся причем успешно несущий есть такие люди которые несутся и не могут ничего довести до конца есть такие которые несутся но у них все заканчивается на поговорить, а есть люди, которые несутся и доводят до ума, поэтому это очень большой талант, это редкое качество, поэтому я думаю, что он, оказавшись в США, предполагаю, что он будет не менее успешным, я думаю, что он в состоянии будет дать своим детям больше, чем находясь там, где он сейчас, я думаю, что гораздо проще, гораздо проще, например, ребенку сказать, у меня папа в Америке живет, вот он мне там гостинцы присылает, я к нему езжу на лето там и так далее, чем, например, сказать, вот папа рядом живет, но ему не до меня, у него еще там куча детей, поэтому я бы вот так увидел, а лаверды Светлане. Александр, я хочу сказать, что действительно ваша мама сказала, что вы не тут должны были родиться, потому что вы достаточно уникальный человек, который творит свою реальность самостоятельно, вот какая вам нужна реальность, вот ту реальность вокруг себя вы создаете. И ключевыми словами в вашем письме являются слова «Мне не нравятся люди и общество в моей стране, и я понимаю, что уже ничего не исправится». Вы для себя уже, в принципе, сделали выбор, а дети – это не то, что какие-то, как вы пишете, что они печальные происшествия. Это не печальные происшествия в вашей жизни, дети – это Божий дар, и хорошо, что они у вас есть, и вы еще неоднократно будете рады тому, что они у вас есть. Значит, смотрите, что происходит. Я думаю, что ответ, на самом деле, вам не столько нужен ответ от нас, сколько вам нужно определиться со своими желаниями. То есть, с одной стороны, я понимаю, что у вас есть это сильное желание, с одной стороны, и себя попробовать в новой обстановке, с другой стороны, вы понимаете, что вы не пропадете, и все будет хорошо. Но и находясь, допустим, даже в другой стране, вы, может быть, можете дать своим детям гораздо больше, чем когда вы все находитесь в Украине, там, где вы сейчас находитесь. Не говоря о том, что вы можете привезти их в Америку, а не постарше станут. Я хотела сказать, да, что если, например, вы уедете где-то, обустроитесь, то вы детям даете совершенно уникальный шанс прожить совершенно другую жизнь. И чем они младше, то тем больше у них возможностей по жизни. И это очень принципиально. Когда мы буквально два дня назад разговаривали с Михаилом, и я говорю, ну вот, допустим, вы же еще молоды, у вас еще вся жизнь впереди. И вот я говорю, допустим, ситуация такая, вот человек уже там ближе к 50, и он понимает, допустим, что в другой стране он, ну, уже не выйдет на тот уровень, у него просто времени нет. Может быть, он мог бы, но нет времени, на который он мог бы претендовать. Но у него есть дети, и вот дать этим детям шанс не является ли это тоже его предназначением? Потому что в противном случае, если он не пробьет своей грудью вот эту брешь, то у его детей шансы не останется. Речь шла о том, что есть люди, которые там 50-55, и они вот мучаются ехать, не ехать, надо ему, не надо ему там, и что. И мы когда со Светой обсуждали, то вот речь шла о том, чтобы для детей хотя бы, он, например, может там через пять лет он получил свое гражданство, он может детей привезти. Да, и я хочу еще вот что сказать, очень важно, что поскольку вы человек, который создает свою реальность вокруг себя, вот как вы ее себе представите, вот так оно и будет. Вы себе представите, что я уеду, привезу к себе своих детей, так оно будет. Вы представите себе, что я останусь в этой стороне, и оно так и будет. Поэтому, на самом деле, это не наш совет вам, как вам лучше поступить, это вам совет разобраться с собой. Вот что вам больше нужно в сию минуту. Как только у вас появится намерение и четкое решение, то все ваши негативные обстоятельства, они испарятся сами собой, потому что это не больше, чем средства. И они разрулятся, эти средства, как только вы примите решение. Вообще, какой... Найдется оптимальный вариант, как выйти из ситуации вот каким-то самым наиболее лучшим. Слышка, какой опасный человек, другой помечтал-помечтал и никому вреда никакого. Да, а тут помечтал и все свершилось. Да. Да, поэтому мечтайте, думайте, живите своей реальностью, она у вас хорошая, то есть она у вас правильная, у вас хорошая интуиция, она вас не подведет. Понимаешь, что происходит? Слушайте себя, да. Он, он в бизнесе. И когда человек в бизнесе, он гораздо больше, чем нормальный такой работающий по найму человек, он гораздо больше подставлен под проблемы своего общества. Понимаешь, он гораздо больше связан с коррупцией, с бандюгами, с, как тебе сказать, с чернухой тяжелейшей, понимаешь, с бессовестностью, бесчестностью и так далее. Я не хочу сказать, что простому человеку этого не достается, но тому, который в бизнесе, он просто как вот ассенизатор в яме, понимаешь, сидит. Ассенизатор, может, еще костюм резиновый, а он так сидит. И вот ему от этого очень тяжело. Понимаешь, если бы он по найму работал, он, может быть, не чувствовал бы себя так, что ему плохо, что ему не нравятся люди, ему не нравится общество. Да, я понимаю очень хорошо ваше состояние, что это не финансовый вопрос. И я вам хочу сказать, что когда у вас случится все так, как вы хотите, вы почувствуете, что вы дышите свежим воздухом просто. Это совершенно другая жизнь. Да. Вот, поэтому слушайте себя, слушайте зов своего сердца и зов своей души. У вас все абсолютно сложится, у вас все для этого есть. Спросите себя, что вы дадите вашим детям, что вы сможете дать этим детям, когда окажетесь в Америке, и у вас будут возможности какие-то, когда вы сможете их сюда привезти. Понимаете, они здесь... Другую жизнь, пожалуйста. Другую жизнь, да, потому что, конечно, дети выращены здесь. Это не просто вопросы другого местонахождения, это вопросы формирования менталитета детского. И я считаю, что это очень принципиальный вопрос, какими они будут. Этот вопрос очень сильно зависит от среды, где они будут выращены. Да, это очень заметно. Вы не посмотрите, как видно вот эту разницу между детьми, которые выросли тут и там, или детьми, которых сюда привезли там в 5 лет, или в 10, или в 15, или там в 20 уже как бы взрослыми. Это так видно вот невооруженным глазом здесь, поэтому если вы можете это сделать для своих детей, сделайте. Ну, не надо так вот в лоб говорить, слушайте себя. Конечно. Слушайте себя. Ну, наш совет спрашивает, мой совет такой. Ну, твой совет такой, а я вам говорю, слушайте себя, вы не ошибетесь. Вы привыкли себя слушать, вы умеете это делать. Хорошо. Значит, мы пожелаем привет, посылаем привет нашему всем детям. Недривиальному молодому человеку, который… С разными детьми от трех браков. Да, да. Ну, дай бог, чтобы уже у него появился человек в жизни, который, ну, хотя, может быть, это в нем причина, а не в человеке. Может быть, у него все три были очень хорошие, понимаешь, но просто он сам с собой не определился в этом моменте. Вот чтобы он сам с собой определился, чтобы у него была семья хорошая и так далее, и вот, чтобы эта часть его жизни тоже наладилась. Счастливо!